я все думал как бы нам поэффектнее ворваться в новый сезон и по-моему нам это удалось мы попросили наших подписчиков нарисовать юрия кнорозова в стиле майя и григорий яценковский специально для нас сделал вот эту шапку программы с 3d моделью спасибо ему огромное также как и всем нашим подписчикам которые поддерживают нас деньгами советами и положительной обратной связью всем привет это родина слонов программа об исторических мифах об истории которую мы не знаем этих фактах которые вполне очевидны для ученых но по разным причинам прошли мимо нас меня зовут михаил родин я думаю что теперь уже все знают что в 1952 году наш соотечественник юрий кнорзов рассказал миру о расшифровке письменности майя и сегодня мы поговорим о том что на самом деле стоит за этим открытием представьте себе ситуацию монументальные постройки этой цивилизации столетиями стоят забытыми в джунглях мы ничего не знаем об истории этого народа вдруг появляется человек который говорит о том что он умеет читать эту письменность казалось бы нам открылся новый мир и мы должны носить этого человека на руках но мир ему не поверил как оказалось своим открытием кнорзов подорвал принципиальные установки не только самых уважаемых западных ученых но и привычный взгляд на мезоамерику советских марксистов то есть он не просто научился читать эти тексты он попутно перевернул все представление об этой цивилизации показав что это было классовое общество очень похожее на ранние государства старого света об этом в конце прошлого 2021 года мы поговорили с дмитрием беляевым у нас грядет большое событие столетие кнорзова в следующем году она состоится но в этом году уже вышла можно сказать ваша книжка потому что во первых вы переводчик этой книги а во вторых вы написали огромное послесловие которое само по себе тянет на книгу поздравляю вас этим хоть и запоздал спасибо спасибо большое нет ну конечно это все таки не моя книга это книга майкла ко вот да и здесь когда говорят там упоминают мне ваша книга нет ну да переводчик редактор безусловно да послесловие но все-таки это безусловно шедевр который создал майкл ко этот замечательный исследователь да и в то же время популяризатор науки человек который очень много вообще сделал для и для в целом для изучения древней мезоамерики не только майя на самом деле вот его работы в сан лоренса по изучению первой столицы первого крупного центра альмекской культуры археологической это вообще не открыли совершенно новую эпоху в изучении древней истории мезоамерики потому что они удревнили вот то что мы называем цивилизации на пол тысячелетия все считали что цивилизация альмекская начинается где-то там да в десятом веке до нашей эры ну да в начале первого тысячи до нашей эры раскопки майкла ко они эту дату отнесли вот практически на 14 век и сейчас там новые исследования мексиканских археологов которые продолжают эту работу которую начали свое время майкл ко ричардилл они еще больше свидетельствуют о том да дают более древние даты того когда люди жили в этом регионе да мы понимаем что сан лоренса гораздо больше чем считали вообще ко и дел ну да это конечно тема отдельная просто я к тому что он не только майонист это все-таки очень важно наш сегодняшний герой дмитрий беляев один из ведущих майонистов россии и мира он активно участвует международной научной жизни и как организатор конференций и как соавтор многочисленных зарубежных исследователей дмитрий дмитриевич активно работает в поле организует археологические экспедиции в гватемале и руководит проектом эпиграфический атлас питена в его рамках российские гватемальские ученые находят фиксируют и переводят ранее неизвестные надписи майя благодаря работе дмитрия беляева и его молодых коллег впервые было расшифровано большое количество иероглифов и прочтены тексты которые рассказывают нам о неизвестных страницах политической истории этого мезамериканского народа мы сегодня говорим про разгадку кода майя собственно так и называется книга майкла ко который мы сегодня обсуждаем и которую вы перевели давайте перенесемся я думаю в 50-е годы 20 века чтобы понять насколько это грандиозное событие случилось что вообще в 50-е годы человечество знал о цивилизации майя до того момента я имею ввиду как была проведена дешифровка устоявшаяся точка зрения на вот конец 40-х начало 50-х годов состояла в том что письменность ну что иероглифика майя скажем так это не письменность что это такая специфическая система иероглифов которая да предназначена при во первых для записи календарных всяких расчетов и дат до астрономических календарных вот эта составляющая была изучена довольно давно еще со времен энста ферстом она значит немецкого исследователя который тот код взломал в прямом смысле вот это первый момент а да второй момент это вот разного рода мифологические мистические и вот такие религиозные концепции идеи которые тоже вот записываются передаются при помощи вот этих иероглифов майя и ни в коем случае они не записывают язык да они записывают вот некоторые такие математические абстракции и календарно-астрономические абстракции с одной стороны а с другой стороны вот да эти самые религиозно-мифологические идеи причем здесь то следует учесть что существовало очевидно вот даже некоторое с точки зрения да вот исследователи кто-то работали разделение что вот на каменных монументах там как раз в основном календарь астрономия а в рукописях да на бумаге там тоже календарь астрономия и вот эти мифологические да и мистические религиозные какие-то вещи причем да ну на самом деле ну вот если мы обратимся к фигуре эрика томпсона который все-таки был ключевым исследователем в этой сфере и как раз ровно в 50-м году вышла его книга моя скайроглифической письменности введение значит книга очень важная потому что там про календарь было много написано про структуру текстов было много написано она действительно в общем представляет собой такое обобщение очень существенное англичанин эрик томпсон безусловно самый авторитетный в мире исследователь майя середины 20 века археолог эпиграфист исследователь календаря и астрономии майя большую часть жизни он прожил в западном полушарии много работал в поле изучал надписи на монументах и кодексы майя автор влиятельных научных и популярных трудов об этой цивилизации идеи юрия кнорзова воспринял в штыки в книге майкла коп который с томпсоном это был знаком не хуже чем с кнорзом даже может быть и лучше вот очень часто да его представляют таким большим другом юлин тенча безусловно они были хорошими коллегами их можно назвать друзьями но друзьями по переписке безусловно потому что в живую это они виделись не так часто да вот шестидесятые годы приезжал в в ленинград да тогда еще советский союз майкл коса своей супругой потом в восемьдесят девятом году когда он приехал на когда он начал работать вот над книгой breaking the my code которая у нас наконец вышла да вот в живую они виделись не так часто а с томпсоном такого виделся гораздо чаще и наверное значит лично вообще не было гораздо больше вот он в книге это очень как бы так ярко описывает цитируя томпсона как тот обозначал что же такое письменность майя до мешанина вот такая нам там такой очень сложно кстати было перевести это на на русский язык вот эти термины томпсоновские которые он вообще использовал вполне себе в научном тексте да хочешь подч вот что это такое у него там вообще много таких было специфических терминов вот это вот что-то такое что какие-то там элементы языковые могут быть и сам томпсон на них указал что вот да они присутствуют но ни в коем случае это не передачи языка поэтому да и все попытки которые были предприняты к этому времени попытки оказались неудачными да они были отвергнуты либо вот на основании того что действительно они были неудачные либо на основании вот такого общего представления о том что нет никакого фонетического нет никакой фонетической составляющей да нет никакого реального письма вот есть вот и странные вещи Вот, поэтому И это что очень важно У Томпсона на самом деле Ну и в какой-то степени у Сильвануса Мурли Еще тоже важного Такого представителя Американской школы Тоже много сделавшего для археологии Для документации надписей У них это накладывалось Особенно у Томпсона На такое особое видение цивилизации майя Томпсон считал, что вообще цивилизация майя Она уникальная В книге Майкла тоже про это хорошо написано Вот, он там, Майкл Ко, правда, обращает На такие элементы В связи, прежде всего, с письменностью Да, и с представлениями о мире Но у Томпсона, по сути дела Была такая стройная концепция Которую можно назвать, в принципе, вот Теократическая Это некоторая уникальная цивилизация В которой нет того Что есть у цивилизации Старого Света Вот, там нету Письменности, ну, да, мы про это Мы уже, значит, знаем, конечно же Там нету нормальных городов полноценных Да, это цивилизация без урбанизации Это не города Это полупустые церемониальные центры В них живут жрецы Значит, а люди Они живут вокруг Они, соответственно, вот занимаются земледелием Да, но Его работы, они вот стали интеллектуальной основой и этого Про это там писали другие исследователи Но тоже в том числе отталкиваясь Да, соответственно, это цивилизация без войны Да, цивилизация мирная Да, майя не воевали Потому что Ну, в классическую эпоху Потому что там всем управляли мирные жрецы и астрономы Они, конечно же, держали там Значит, в дежевых рукавицах Разного рода, да, крестьян Соответственно, да, каких-то ремесленников Значит, но войны не было как таковой И, соответственно, да Это вот цивилизация без Без элиты в нашем понимании Да, без знати Потому что всем управляли жрецы То есть какие-то, да Может быть, там и были люди Администраторы, значит, да Вот такие светские Но в основном, да Знать и высший класс общества Да, назовем его так Это были жрецы Да, вот такая цивилизация в свое время Я помню, как-то написал Цивилизация четырех бес, да Значит Вот все абсолютно независимое Абсолютно вот не отличающиеся от всего, что мы знаем Поэтому, да И представления у Томпсона Основывались, с одной стороны На его собственных археологических работах Он же вообще был великий археолог В этом смысле Очень часто его Когда представляют Значит, вот таким Врагом Кнорозова И ощущение, что вот он был совершенно Непонятно кто И непонятно откуда Ничего подобного Это человек, который работал в поле Десятилетиями И открыл очень много памятников Археологических Раскопал их И, в общем, представил Публиковал Представил миру очень много данных Вот Это основывалось на его археологической работе Это основывалось на его работах Полевых, антропологических Да, он работал Собирал этнографические материалы В частности На территории британского Гондураса Нынешнего Белиза Да, на территории Мексики Да, вот у него было такое комплексное видение Значит, того Что такое цивилизация майя Основываясь на их некотором Национальном характере Таком Да, нынешних майя Потому что Они ему очень нравились Что они вот люди Такие дружелюбные Открытые Вот И в то же время На основании Ну, тех данных Которые ему были доступны Вот Поэтому Кнорзов противостоял Не просто Вот какому-то там Конкретному Да, узкому мнению Томпсона По поводу письменности майя Он, на самом деле Когда эту свою Идею выдвинул Он, да Выдвинул идею Противоречащую Целой концепции Большой Да, теоретической С некоторыми основаниями С последователями И так далее Тем в этом смысле Важнее, мне кажется Был этот вызов Кнорзовский Да, потому что Одно дело Если вы не согласны Там с чтением Какого-то сюжета Или вы не согласны С тем, что это рукопись Там, 15-й век 16-й век Там, не знаю Борис Гуднов родился В 1552 году Или в 1553 Другое дело Когда есть Устоявшаяся В дисциплине Да Уже Теоретическая Такая основа А вы Подрываете Один из важнейших Ее столпов Хорошо Но правильно ли я понимаю Что в любом случае Мы говорили Про цивилизацию Мая Там еще в 50-х годах 20-го века Как про цивилизацию Чью историю Я имею ввиду Событийную историю Мы не знаем И не можем восстановить И взаимоотношения Там вот этих разных государств Нам были неведомы Ну да В свое время Были идеи Что может быть Что-то там Такое написано Еще в начале 20-го века Герберт Спинден Знаменитый исследователь Искусства Искусствовед Он Размышляя О монументах Майя Классической эпохи Он говорил Ну вот Наверное Все-таки Это какие-то Носители власти Изображены Наверное Вот эти на них Подписи Они Что-то такое Обозначают Вот Потом Вот один Неудавшихся Дешифровщиков Представитель французской школы Но уже 20-го века Жан Жене Великая вообще была фигура Человек Который там Сделал Новый перевод На французский язык Многих источников В частности Там Попа Львух Он заново переводил На французский Значит И Там Другие тексты Но Вот Трагически сложилась Судьба Он покончил С собой В годы Великой депрессии Значит Вот да Жан Жене Он например Совершенно логично Предположил Что вот есть Каменные монументы В Яшчелане В частности В одном из городов На территории Мексики И там На Телах Персонажей Высечены Иероглифы И там в частности Вот да Была сцена Ну Которую никак по-другому Трактовать было нельзя Томпсон Вокруг нее Так очень аккуратненько Ходил Он никогда С ней не спорил Но там понятно Там нарисован Правитель И его помощник Они держат в руках Копья И хватают За волосы И за другие части Тела Пленников Вот Значит И на телах Этих пленников Написаны Иероглифы Да И Жан Джене вполне Логично Предположил Но это Наверное Их имена И титулы Все-таки Да Это были Вот Работы Его 20-х 2020-х Годов И даже Сильванус Морли Который Тоже считал Что ничего Этого прочесть Нельзя И это не письмо Тем не менее Какие-то у него Там Рассуждения Были о том Что может быть Где-нибудь там В какой-нибудь Надписи Что-то такое Но правда Потом он от этого Отказался И пришел к выводу Что нет То есть Если у вас У нас с вами Элита жреческая Да Класс Правящие Это жрецы То их не интересуют И если у нас с вами Нету войны Если у вас с нами У нас с вами Нету Городов В этом смысле То все Что интересует Правящий класс Высший класс Общества Это вот Запечатлеть Течение времени События какие-то Астрономические Да Например Вот Поэтому О том Что в текстах Майя Могут быть записаны Там затмения Солнечные Запечатлены Вполне Да Или там Лунные Это вполне Известно Это все было понятно Циклы планеты И так далее Вот если у вас Такое общество Такая цивилизация У которой Такие интересы То конечно же Да Ну никакой истории В смысле Вот Историю в смысле Политической событий Там и быть не может Да Важные события Повторюсь Это астрономические Разные циклические вещи И так далее А Значит Ну и Отметим Что Действительно Видимо Это было важно Для Томпсона Потому что Потом уже В 50-е годы Когда Идеи Кнорзов Он конечно Не воспринял Категорически Был против А вот все-таки Идеи Того что Содержание Надписей Может быть Историческим Были тоже Настолько Глупы Как и все Остальное Человечество Что Записывали Славные Деяния Значит Государственных Значит Да Славные Деяния Государства Да И вообще Вот Слишком Много Внимания Не уделяли Государству А не Каким-то Вечным Вещам И в том числе Про войну Писали Про воцарение Своих правителей И так далее То есть До этого Он был полностью Уверен Что Это Цивилизация Другая Наверное Ну там Могло Оказать влияние На такое Понимание Что за цивилизация Была у майя Томпсоновская Могла Оказать влияние Ну Первая мировая война Мы же знаем Что Для В общем Во многом Для британских Интеллектуалов Первая мировая война Была чуть ли не страшнее Чем вторая Потому что Очень много людей Погибло Да И люди Принимали участие Ну там Вот Исследователи творчества Толкина говорят Что на него Она повлияла Вот На Томпсона Тоже Да Есть такая Гипотеза Что Для него Это был Такой Сильный Удар Да Для него Это был Такой Ужасающий Момент Свидетельствующий О кризисе Цивилизации Не просто Западной А вот Евразийской Большой Евразийской Или Афро-Евразийской Если мы вспомним Значит у нас Там Андрей Таджи Каратаевой И всякие подходы Значит Мир системный Вот Ну неважно Да Вот той цивилизации Что он Искал Некоторый Идеал Вот в этом Древнем мире Нового света Где-то же Должно быть Такое человечество Которое В общем Не устроило Мировой войны Хотя Теперь мы Понимаем Что у Майя Конечно Может быть Мировых То Для их Мира Вполне Себе Масштабные Войны Да Вот Беседовали В свое Время Про Войны Канульского Царства И мы С вами Там Какие-то Моменты Затрагивали А потом Сергей Випретский Про это Рассказывал Вот Вполне Себе Мировая Война Древних Майя Значит Да От Северной Части Половоста Юкатан До Устерики Усумасинты Для их Мира Вполне Ну то есть В любом Случше У нас Получается Что Цивилизация Майя Это По сути Цивилизация Без Истории Без Событийных Таких То есть Мы можем Я имею ввиду Сейчас Ситуацию Представления Наше На 50-е Годы И тут Появляется Кнорзов Который Говорит Что Можно Это Все Читать И тут Естественно Возникает Главный Вопрос Как Человек Который Никогда Не был На Юкатане Который Никогда Не был В новом Свете Просто По изображениям Может Расшифровать Вот эту Письменность Он Был Настолько Далеко От Этой Культуры Причем Насколько Я понимаю Он Не был Большим Специалистом Именно Даже В археологии Этого Общества Как Ему Это Удалось Ну Здесь То Что Он Не был Специалистом В археологии Может Быть Даже И помогло В какой-то Степени Потому Что Не то Что Он Не знал Материал Материал Он знал Все Что Было Доступно Не все Наверное Но Многие Материалы Которые Были Доступны Он Читал И Изучал Потому Что Они Поступали В Нашей Библиотеке И так Далее Но Здесь В определенной Степени Какой-то Парадокс Когда Мы Смотрим С точки Зрения Такой Более Широкой И Пытаемся Понять Что Происходило В Широком Историографическом Контексте Еще И В связи С Историей Нашей Исторической Науки То Да Вот Так Кнорзову Например В голову Не приходило Что В древних Текстах Не может Не быть Записана История Да Вот это Кстати Очень интересно Потому что Да Очень часто Вот исследования Татьяны Проскуряковой Они Очень важны Были Для Американской Науки Безусловно Ну И они Возны были И в целом Но они В меньшей Степени Как-то Произвели Такое Впечатление Наверное На Кнорзова Потому что Ему В общем И так Было Понятно Если Это Древняя Письменность Если Это Письменность Ироглифическая То В общем Там Это Все Должно 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 Быть Записано Татьяна Проскурякова Один Из Самых Влиятельных Исследователей Майя Переехала С семьей В США Еще Ребенком До Революции Разработала Методику Структурного Анализа Монументальных Текстов Майя Которая Стала Основой Метода Условного Чтения Иероглифических Надписей Она Позволяла Понимать Общий Смысл Текста Без Дословного Перевода Это Дало Возможность Реконструировать Политическую Историю Майя Кроме Того Татьяна Проскурякова Автор Множества Графических Реконструкций Мезоамериканских Городов И здесь Вот этот Первый Момент Очень важный Который Майкл Котт В своей книге Подчеркивает Томпсон Категорически Несмотря На то Что Вроде Бо Он Какие Курсы В Оксфорде По-моему Слушал Да И там Традиция Это была Британской Науке Довольно Серьезная Он Категорически Не воспринимал Да Вот Историко Сравнительный Метод Как метод Который Что-то Может дать Для глобального Понимания Проблемы Он Использовал Да Этот сравнительный Метод То есть В принципе Да Вот опять Когда там Татьяна Проскурякова Ему прислала Свои расчеты Про то Что Определенные Серии Дат В надписях Майя Очевидно Соответствуют Правлением Да И проанализировала Также вот Мотивы На стеллах Что вот Значит Каждая из этих Серий Дат Она связана С определенными Стеллами Где повторяются Эти мотивы Сначала там Человек Сидит в определенной Нише Да Потом он Там стоит Что-то Приносит Какие-то жертвы И так далее И предположила Что это вот На самом деле Серии Дат Соответствуют Правлениям Индивидуальным Значит Он поначалу Томпсон-то это раскритиковал Используя сравнительные данные Он сказал Ну вот смотрите Мы смотрим по английским королям Потому-то Потому-то Ну вот Да Значит Как бы Средняя продолжительность Такая Это правление Поэтому Наверное Это работать не будет И так далее То есть Нельзя сказать Что он совсем его отрицал Но он не считал Что сравнительный Исторический метод Да Может дать Вот какое-то Кардинальное понимание Да Он считал В этом смысле Да Как бы Ну исходя из этого Судя по всему Он не считал Что история человечества Едина Да Вот для него Каждая наверное Цивилизация Она представляла собой Вот такой Замкнутый Абсолютно Да Отдельный Свой собственный Микрокосм Поэтому нельзя То что мы знаем О цивилизации Египетской Древнеегипетской Например Да Древнекитайской Там Или Месопотамской Это нельзя Применять Точнее Можно Но без толку Абсолютно Да Никакого смысла В этом нету Значит да В противоположность этому Кноразов В общем-то Сформировался Как исследователь Безусловно Вот в Рамках Понимания Единства И взаимосвязи Да Всемирно-исторического Процесса Не в смысле Марксистском Нельзя Сказать По сути дела Если посмотреть На кноразовскую Методологию Марксистского Там в общем Практически Ничего нету Там есть Обязательные Отсылки Да Там есть Все что Нужно было Для этого Но если мы Оттуда уберем Эти цитаты То в общем Там останется Собственно Тот же Кноразов и останется Да Но в марксизме Тем не менее Очень важно Как раз Именно понимание Того что Есть какие-то Законы Незаконы Правила Неправила Ну какие-то Общие тенденции Да Конечно И кноразов Это в общем В своих работах Тогда ему Надо было доказать Он вполне Разумно Использовал Опять-таки Если вспомнить Вашу беседу Там с Сергеем Корпюком Который как раз Говорил что Советские ученые Вполне это Освоили такую методику Вот Кноразов Это тоже Вполне Использовал И вполне говорил О том что Ну вот мы же Сравниваем И знаем что В рабовладельческих Государствах Это так и так Вот Но опять-таки Если убрать Тут слово рабовладельческое И там написать Просто архаическая Государственность Ничего не изменится Да Все равно В принципе С этой точки зрения Кноразов Скорее был Вот такой Ну как бы Наверное его идеи Были ближе Не к марксизму А вот К какой-то Обновленной версии Такой исторической Эволюционизма Ну вот Эволюционизма Классического В понимании Что Есть определенные Закономерности Да Все люди Да Развиваются Ну все человеческие Цивилизации Развиваются Не абсолютно Одинаково Но по схожим Моделям И что очень важно Что все-таки Кноразов Да Его интересовали Сюжеты Связанные Вот с пониманием Истории И культуры Но не в смысле Там художественной Культуры Или там Духовной культуры А культуры В таком Широком смысле Значит Социально-экономическая История Да Политическая история Это не совсем Его сфера Он считал Что Центральный момент В развитии Безусловно Экономика важна Безусловно Социальный строй Важен Да Но все это Центральным моментом Является все-таки Да Развитие Вот того Как человек Как человеческие коллективы Самоорганизуются А это мы понимаем Через То Как они себя Сами осмысляют Да И сами концептуализируют Как они себя видят Да Конечно же В этой самоорганизации Экономика играет важную роль И так далее Вот Поэтому Да Вот когда появляются Определенные Наступает определенный уровень Развития Да Этих человеческих коллективов Они достигают определенных размеров Определенной сложности Экономической Социальной У них появляется Необходимость К организации Пространства Политического Да У них появляется Необходимость К организации Пространства Вот Да Такого Интеллектуального И появляется Необходимость В создании Ну Научных знаний определенных, да, поэтому появляются жрецы, как хранители вот этой сферы, да, те, кто контролирует знание научное, да, религиозное, и появляются письменности. Письменность — это важный этап в развитии человеческой цивилизации, и поэтому там, где ранние цивилизации есть, там есть и ранние письменности. Подробно о самом процессе дешифровки мы говорили с Галиной Гавриловной Ершовой, ссылку вы найдете в описании к программе. А здесь бы я хотел отметить и в очередной раз поразиться тому, насколько важна изначальная методологическая установка. Томпсон, чьи взгляды близки к цивилизационному подходу, отметает сходство в процессе развития между разными цивилизациями. В каждой из них он ищет нечто уникальное, особенное, и тем самым лишает себя большого количества инструментов познания. Кнорозов же, убежденный в том, что в истории есть закономерности, наоборот, начинает искать общего и сравнивать. И именно это позволяет ему предположить, что письменность майя устроена так же, как письменность других цивилизаций, находящихся на примерно похожем уровне развития. То есть это письменность смешанного типа. Она состоит из идеограмм, то есть знаков, имеющих смысловое и звуковое значение, грубо говоря, обозначающих слово. Фонетических знаков, то есть в большинстве средствуем знаков, обозначающих слоги. И ключевых знаков, которые сами по себе никак не читаются, но относят другие знаки к каким-то категориям. И эта мысль пришла к Норозову совсем не с потолка. К Норозов учил древнеегипетские под руководством Авдеева. Он, соответственно, занимался китайским, древнекитайским. Ну, видимо, не может быть, не ходил на какие-то занятия. Кого конкретно, мы не знаем. Но, тем не менее, его однокурсники, они тоже. Как раз тогда начинает формироваться школа изучения древнекитайской письменности у нас. И его однокурсница Татьяна Владимировна, по-моему, или Василина Степугина, она будет одной из первых специалисток как раз по Китаю бронзового века, по шанской цивилизации. Одна из первых работ ей потом будет написана. Поэтому ему было где это изучать. Вот это тоже очень важно. В свое время, кстати, Майкл Ко специальную даже статью написал, издал в одном из сборников в Соединенных Штатах. Он сравнил диплом Томпсона и диплом Кнорозова. Вот что называется, куррикулум. Сколько дисциплин изучал, когда учился Томпсон, и какие дисциплины он изучал, и сколько дисциплин, какие изучал Кнорозов. Ну и там все стало понятно. Потому что, хоть это и было британское образование, которое ценилось и так далее, но это был некоторый набор дисциплин, который сам Томпсон сформулировал под свои интересы. Он, когда учился, уже был не слишком молодым. Вот. А образование Кнорозова, это было образование такое европейское, да, классическое, ну, в его советской версии, но, тем не менее, все, так сказать, все такое же. Там все фундаментальные дисциплины, да, все, что нужно было. Поэтому говорят, что это на американских, на специалистов, там, американские, европейские, доклад, это был Майкл Ко, потом, кстати, он написал, произвело, говорят, очень такое, в общем, все объясняющее впечатление наш, вот, к сожалению, покойный коллега, не друг Альфонсо Лакадена, испанский, он сказал, ну, я послушал этот доклад, почитал, и говорит, я все понял. Мне окончательно, точнее, стало все понятно, почему не получилось у Томпсона и почему получилось у Кнорозова. Поэтому Кнорозов, в этом смысле, он же провел работу гораздо более существенную, если мы посмотрим на это с точки зрения значимости его работы для вообще, скажем, того, что такое древние цивилизации Америки. Он же в своих работах и в своей диссертации, собственно говоря, потому что статья была и публикации про письменности, это одно, а диссертация эта у него была посвящена изучению сообщений о делах Юкаданде, Юкатани, Диагделанды, как историк этнографического источника. Собственно говоря, основная задача его диссертации была, во-первых, продемонстрировать, что у Майи было классовое общество, рабовладельческое, все как надо, цивилизация в этом понимании, и поэтому у них могла быть письменность. Вот это было очень важно, потому что это совершенно изменило вообще понимание того, что называется, ландшафт этого видения американистики. Потому что до этого-то, с момента издания на русском языке нового издания Моргана в середине 30-х годов, в основном все писали, что вообще вся Древняя Америка, как и указано классиками марксизма и ленинизма, это все военная демократия, первобытно-коммунистическое общество и так далее, и так далее. А вот Кнорзов, когда это показал, там очень хорошо видно, как вся наука советская переструктурируется моментально. Это же тоже очень важно. Попробуйте убедить советских ученых, которые, в общем, люди довольно консервативные, ну и как бы и в силу своей, и в силу проблемности жизни в этом академическом пространстве, по которому власть периодически стучит, и в силу все-таки некоторой тоже традиции. Попробуйте их убедить, что вот то, что всегда раньше все писали, это чисто военная демократия, а это на самом деле классовое общество. Но вот, да, и аргументы были довольно убедительны, плюс еще, да, поддержка была очень существенная. Все-таки не надо забывать, что у нас, да, наука отечественная наша, историческая середина XX века, это не свободное творчество, да, индивидуальных художников, а это наука погруженная в задачи, да, партийного, который ставится партией, да, и государством, и так далее. Это наука, да, такая очень ангажированная, да, точнее, актуализированная, да, ангажированное слово не всем нравится, да, актуализированная, но актуальная. Вот, поэтому мы очень хорошо видим, что там в начале 50-х годов еще кто как пишет, да, в разнобой, а потом раз, вот Кнорза защитил диссертацию, все отлично, все признают, что есть, да, значит, в 49-м году, когда выходит перевод русской книги Вайяна, значит, соответственно, про астеков, значит, там академик Струю пишет, что это общество, мезамерик, ну, общество астеков стояло на стадии военной демократии, значит, а потом он пишет вот прекрасную рецензию на рукопись Кнорзова, где говорит, что да, показано, что это рабовладельческое общество, вот, и в одной из своих последних статей уже там в 65-м году сообщает, пишет, да, что советские ученые, они, в общем, очень много внесли в понимание этой цивилизационной природы, вот, все были очень рады, потому что действительно, да, не просто, вот это важно, да, мне кажется, я как в последнее время тоже в связи со своими интересами к этому все больше и больше склоняюсь, было важно не просто показать, что дешифровать письменность как таковую, да, это была задача важная, да, интеллектуально интересная, яркая и так далее. На самом деле, да, Кнорзов для советской науки эти культуры древнеамериканские, ну, прежде всего, да, древней Мексики, Центральной Америки, Мезоамерики, он их, так сказать, перевел в совершенно другую плоскость, да, он их перевел в плоскость вот изучения древнего мира, этих самых ранних, да, раннеклассовых обществ, вот, и они совсем по-другому теперь стали восприниматься, да, они совсем по-другому стали оцениваться, это тоже была задача очень важная, про которую как-то мы раньше реже говорили, да, и реже писали, ну, потому что все-таки величие этого подвига по прочтению текстов, оно это заслоняло. Очень мне как раз это кажется глобально важным, я почему, потому что книжка Майкла Ко, которую вы перевели, она называется «Разгадка кода Майя», а мы сейчас говорим о том, что сделал Кнорзов, собственно, «Разгадка кода Майя» не в смысле чтения письма, а вообще, в принципе, кода этой цивилизации получается, то есть, ну, в гораздо более широком смысле. И вот тут как раз можно перейти, мне кажется, напоминаю, с Галиной Гавриловной Ершовой мы говорили подробно о том, как происходил этот процесс дешифровки, как происходил процесс принятия этого, да, то есть, получается, человек с периферии, в тот момент американистики, я имею в виду, что у нас не было там серьезной какой-то школы, крупной, вот эту выдвигает идею, которая радикально расходится со всеми представлениями мейнстрима, да, в науке, как это происходило, почему Томпсон, например, сразу не принял это и раскритиковал монографию. Хотя, казалось бы, вот, ну, читаешь и читаешь, все, если ты научился читать, то любой человек в любой точке мира может это прочитать, текст, и проблемы должны. Ну, вот насчет, насчет любой точки мира это, конечно, сложно. Там сама история тоже, она очень интересная, она действительно чуть-чуть сложнее, чем то, что, значит, представил Майкл Ко, там можно к этому добавить какие-то сюжеты. Все-таки, опять-таки, поскольку это советская наука, да, и историческая наука, она на острие идеологической борьбы, вот, то Томпсон, да, в этом смысле реакция Томпсона, она понятна, но и то, как это все происходило со стороны Кнорзова, оно тоже все-таки обладает своими особенностями. Поддержка, которой он пользовался со стороны Сергея Александровича Токарева, да, своего научного руководителя в Московском университете, и со стороны Сергея Павловича Толстова, да, вот официального руководителя советской этнографической науки, да, он, да, у него же там в руках были соотношены практически все ключевые должности. Сергей Толстов один из самых влиятельных людей в историко-этнографических науках Советского Союза середины 20 века. В разные годы он был деканом ИСТФАКа МГУ, директором Института этнографии, директором Института востоковедения, главным редактором журнала «Советская этнография», руководил харизмийской археологической экспедицией, поддерживал работу Юрия Кнорзова по расшифровке письменности Майя. И с самого начала это, да, считалось, что вот если ему это удастся, а судя по всему ему это должно было удастся, это, видимо, достаточно давно поняли его руководители, его начальники, что ему это удастся, то это будет важнейшее доказательство преимущества советской науки над наукой западной. Ну и дальше вот все эти выстраивающиеся модели. Значит, и, ну да, мы очень часто, когда про это говорим, про эту эпоху, а это же эпоха не простая в истории советско-исторической науки, да, это, это как бы очередная вот волна, которая по ней очень сильно ударила, борьба с космополитизмом, да, и низкопоклонством перед Западом, да, и нельзя, ну, не надо думать, что это была какая-то тоже внешняя борьба, опять-таки очень многие старые, ученые как бы старой школы пострадали, их съели более молодые, более амбициозные, вот, да, там в истории древней это привело к тому, что многие историки там, да, не надо было цитировать западных ученых, да, в вестнике древней истории там исчезло резюме на французском языке, вот тоже, да, про что у вас уже говорили в свое время, а в это время, да, вот, человек занимается как раз тем, что интересно, до этого было только западным ученым, вот, значит, то есть это вопрос был такой очень важный, вот, да, просто здесь надо упомянуть, что есть еще биография Кнорзова, написанная Галин-Гаринной Ершовой, да, как-то мы ее пропустили, мне кажется, что очень хорошо, что она вышла до того, как вышла перевод книги Майкла Ко, потому что сначала все-таки, наверное, надо посмотреть на наш взгляд, да, на отечественный, а потом уже на западный. Да, вот она там очень много уделяет внимания этой поддержке Кнорзова со стороны Толстого и Токарева, но она вот упирает, наверное, на то, что они видели, что он гений, ну, они действительно видели, что он гений, но, с другой стороны, они были люди прагматические, особенно Толстого, и они понимают, что из этой гениальности, да, может вырасти вот такая важная вещь для советской науки. А, опять-таки, мы понимаем, что советская историческая наука во многом строилась, да, вот на том, что она должна была противостоять науке западной. Значит, поэтому, да, вот когда это все было, статья в советской этнографии, в журнале советской этнографии еще не вышла, а уже в литературной газете, значит, да, значит, да, академик Альдероги, тоже наш востоковед, африканист, да, величина, один из крупнейших тоже вот генералов советской науки, этнографической, исторической, по-моему, академик он уже был, не член-корреспондент, но, в общем, да, вот, так сказать, один из создателей советской африканистики, который, да, тоже вот в поддержку, он уже пишет про эту статью. Значит, и он пишет статью и говорит, что вот советский молодой ученый это предположил, вот он заявил то-то, 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 и статья выйдет в одном из ближайших номеров журнала советской этнографии. И эта статья была переведена на английский и опубликована в Нью-Йорк Таймс еще, опять-таки, до выхода статьи Кнорзова. Значит, и... Да, с таким, в общем... Ну, не на первой странице, правда, конечно, это все-таки, несмотря на холодную войну, нельзя сказать, что прям все первые страницы были заполошены Майей Кнорзовым. Хотелось бы, конечно, на это надеяться, но нет. Вот, значит, страница была не первая, да, там страница одна из каких-то, там рядом были объявления, значит, о женитьбе, там, о свадьбах, о похоронах, ну, в общем, разные были вещи. Вот, значит, но там было сказано, что советские ученые, ну, советы, они, значит, претендуют на то, что они, заявляют, что они разгадали, значит, эту, значит, загадку Майя, и Кнорзов там назывался красный филолог. Да, мне это очень понравилось. Сама по себе метафора. Я вот неоднократно уже говорил, что, значит, да, вот обязательно что-нибудь такое напишу. Это был 13 августа 52-го года, на следующий день, по-моему, или через день после того, как вышла вот эта статья в литературной газете. То есть, на самом деле, еще ничего не вышло, прочитать-то еще ничего нельзя, даже по-русски. А уже в «Нью-Йорк Таймс» про это пишут. Не знаю, читал ли Томпсон «Нью-Йорк Таймс» или нет. Наверное, может быть, и читал, да, поэтому у него какая-то реакция была. Но, судя по фильмам, это газета, которую читают все, просто вырывают куски из тех, которые нужны. Конечно, конечно. Это как бы обязательно чтиво для американского человека. А введение, кстати, Кнорзова было предпослано введение, написанное Сергеем Павловичем Толстовым, что вот, значит, столько лет англо-американские буржуазные ученые пытались разгадать, хотя ничего у них не получилось, и только наш советский ученый, он, соответственно, разгадал и так далее. А мы знаем, что Томпсон был антикоммунист, он был человек правых убеждений, очень ему не нравились большевики, и тут вот оно и сыграло свою роль. То есть политический контекст общий, плюс сами настроения Томпсона, плюс, как сообщил очень многие коллеги, которые с самим Томпсоном не общались, но они знали его учеников или знали тех, кто с ним общался, они говорят, что он человек был довольно авторитарный, в том смысле, что вот я прав и все, и какой-то русский еще будет со мной спорить, вообще непонятно, о чем мы говорим, и это противостояние для него было очень-очень личным. Поэтому он пишет такую резкую рецензию, в которой все эти свои критические замечания реализует, и в смысле того, что он не согласен с общим подходом, и в смысле того, что он не согласен с конкретными наблюдениями, да, и в частности, вот он находит, что Кнорзов там, значит, предполагает, что в тексте упоминается там ягуар, а там, соответственно, изображен олень, ну и вот, значит, в изображении сопутствующем. И по этому поводу Томпсон пишет, что вот они какие марксистско-ленинские ягуары. Вот, значит, и у него вот эта постоянная тема, да, он потом и в 50-е, и в 60-е годы, и в последние, значит, что вот если бы, значит, уже когда он возвращается из США, да, уходит на пенсию, возвращается в Великобританию, и там доживает свои годы, он, значит, вот в одном из писем, которые Майкл Котт-Сиро, кстати, в своей книге, говорит, что если бы вот все-таки загадка Майя была действительно разгадана, я бы вообще пошел цветы поставил Марксу на Хайгейтское кладбище. Но типа, ну нет, не поставлю я ему цветов, потому что ничего не разгадал Кнорзов и так далее. Да, вот Томпсон в этом смысле воспринял это как действительно не просто вызов интеллектуальный, но и как идеологическую диверсию. Тут похоже, что с двух сторон идеологический фактор играл крайне важную роль. Второй момент, и он тоже очень важный, дело в том, что специалистов, которые что-то бы понимали в письменности Майя, было на тот момент все-таки не так много. Было уже довольно много археологов, это безусловно, да, уже сложилось благодаря большим проектам обширным, которые спонсировались институтом Карнеги, да, в свое время ими руководил там сначала Сильванус Морли, да, потом другие исследователи. Археологов-то уже было довольно много, вот, и в Соединенных Штатах, да, и в Мексике своя сформировалась уже школа археологическая, не такая, чтобы прям многочисленная, но есть, да. И, как бы, то есть, это люди, которые знают о цивилизации Майя, но на эти иероглифы смотрят, как вот на птички какие-то, да, и так далее. Толком сказать они ничего не могут. Да, если посчитать, там, ну, буквально по пальцам можно перечесть, тех, кто мог разобраться и аргументированно что-то сказать, да, ну, Томпсон, да, ну, вот, соответственно, значит, Сильванус Морли уже скончался к этому моменту, к началу 50-х годов. Но вот Татьяна Проскурякова, она, кстати, еще не начала заниматься иероглифами как таковыми, она в тот момент занималась, прежде всего, иконографическим анализом, да, анализом стиля. У нее в 1150 году вышла тоже книга, да, исследование скульптуры Майя. Это вот такая базовая книга по искусствоведческому анализу, по иконографическому анализу. То есть она тоже только-только начала в это влезать. Ну, был Линтон Саттерсуэйт, да, такая оригинальная фигура, который тоже много изучал хронологию, да, он был и археолог, и вот немножко. То есть, на самом деле, я думаю, даже в США людей, которые в этом разбирались, было, ну, наверное, не больше 10 человек, а то, может быть, и меньше. Вот, то есть, получается, нет такого сообщества, которое вдруг все открыло, эти кодексы и начало читать благодаря дешифровке Майя. То есть один не принял, там второй засомневался, и все, и как бы это могло уйти. Раз-два и обчелся, конечно, конечно. Мы же и видим в этом смысле, что рецензии, которые пишут на работу Кнорзова, это же очень важно, да, вот в научном сообществе рецензии, они очень важны, потому что они показывают реакцию. Очень многие рецензии были именно такие. С точки зрения типологии, да, системной типологии письма, все прекрасно. Но мы не майнистые, разобраться не можем. А майнисты в лице Томпсона, да, и вот еще пара людей, они на это смотрят вот довольно скептически. И не случайно, как бы, что группа поддержки Кнорзова вырастает из молодых. Не из людей уже с устоявшимися взглядами, да, не из тех, кто уже на позициях, не из тех, кто уже давно работает. А как раз из молодых. Вот тот же самый, да, Майкл Ко, Дэвид Келли, еще одна фигура очень значимая, который канадец еще к тому же, то есть мало того, что, да, молодой, так еще и канадец, то есть не из американского истеблишмента. Вот, значит, и они читают, да, значит, и они по-другому смотрят на мир, да, они по-другому смотрят на, значит, то, как вообще надо изучать майя. Их как раз сравнительная, может быть, методика привлекает. Дэвид Келли вообще был поклонник сравнительных методов. Он много чего сравнивал, иногда не очень удачно. Там у него и Китай, и Океания, чего только не было. Вот, значит, да. Вот, во-первых, они смотрят совсем по-другому, не как Томпсон, на свою, собственно, методологию исследовательскую. А во-вторых, да, они более открыты. И они, да, и вот они это читают и говорят, черт подери, а это же работает. Вот, это же работает. Важный момент, что они, вот опять-таки, в отличие от Томпсона, они понимают, как работают другие древние системы письма. Потому что Томпсон ни клинописи, ни древнеегипетского, ни китайского никакого не знал. Вот, а они занимались, да, они слушали. Майкл Коток вообще на Тайване сидел, когда служил в армии, значит, да, и, значит, был сотрудником ЦРУ, и там, значит, прослушивал какие-то переговоры китайского правительства, значит, во время начального этапа Корейской войны. Вот, и он там китайский язык выучил. И язык выучил и письменность. То есть, да, вот он непосредственно разбирался, как функционирует такого рода система письма. Поэтому, да, это совсем другая. Новое поколение. Из старого поколения, ну, вот, по сути дела, никто идей Кнорзова так и не воспринял. Значит, вот, да, два человека, как бы, из числа майонистов, значит, да, и Флойд Лаунсбери, да, тоже лингвист, да, он абсолютно, как бы, со стороны, он лингвист, он занимался лингвистикой североамериканских индейцев, вот, и очень много сделал, и вообще, да, считается одним из классиков. Но он, опять-таки, тоже абсолютно из другого поля. Вот, даже если мы посмотрим, да, в качестве примера на Татьяну Проскурякову, которая сама произвела вот такое, да, революционное открытие, значит, и она, видимо, то есть она понимает, это понимала, но до конца полностью фонетические принципы Кнорзова не восприняла. Вот очень часто говорят, Проскурякова взяла Кнорзовские открытия и, значит, прочитала тексты, там, в Поленке, в Вишчелане, ничего подобного. Ее методика была совершенно иная, и более того, когда она видела, что ее выводы совпадают с Кнорзовскими, она так очень осторожна, да, вот как те пифи у Стругацких, помните, понедельники начинаются в субботу, когда что-то предсказывали, оно совпадало, они были так удивлены, что вот весь эффект терялся. Здесь примерно та же самая ситуация, когда она вот, да, обнаружив, что определенное сочетание иероглифов появляется вот на тех самых военных, да, монументах триумфальных, где изображены военные сцены, и там после даты идет вот иероглиф, который, значит, да, сопровождается. И этот иероглиф Кнорзов уже прочитал, как глагол Чуках захватывать, она очень-очень осторожна. Ну, то есть другой бы человек сказал, дорогие товарищи, все понятно, да, коллеги, тут вообще никаких вопросов нету, все прекрасно, да, монументальные надписи восьмого века и кодексы постклассической эпохи, да, уже там, тринадцатого, четырнадцатого века, подтверждают, да, никаких сомнений нету. Она очень осторожно пишет, ну вот, наверное, может быть, это подтверждает, и так далее, и так далее. Вот, нам здесь, ну, опять-таки, повторюсь, этого старого поколения было не так много. И это, я так понимаю, сработало, да, поэтому в итоге потом продвинулось. То есть новые люди уже приходили с пониманием того, что надо на это обращать внимание и сразу это использовать, и это получалось, то есть просто научились читать. Да, значит, ну, вот здесь тоже это новое. Вот если мы так говорим, что среди американских ученых, да, всего-навсего только Майкл Ко, там, Дэвид Кейли и Флойд Лаунсбери, да, поддерживали те, и Кнорзова. Значит, и то Лаунсбери даже чуть попозже к этому подключился. Значит, ну, если посчитать вот именно тех, кто что-то, опять-таки, понимал в письменности и в языках, то вообще получается, что сторонников Кнорзову было, ну, среди этих вот раз-два и обчелся, наверное, может быть, да, ну, полтора, полторы штуки, ну, или там, да, вот, если троих взять, то три человека, да, а тех, кто был против Кнорзову, было, ну, там, человек, там, четыре человека, да, условно, и Проскурякова, у которого была посерединке. Вот это тоже парадокс. Поле... Это важно понимать масштабы, да, дискуссии. Да, поле было такое маленькое, да, что дискуссия, которая вылилась там чуть ли не на страницы, так сказать, мировой печати, да, и там обсуждалась наряду там с ядерными какими-то сюжетами и так далее, которую мы сейчас представляем как вот такую прям войну-войну, вот, она, на самом деле, была очень ограниченная. И эта критическая масса, действительно, она, вот, появилась уже только к второй половине 70-х, да, ну, и как бы официально к концу 70-х годов, когда в 1979 году была организована конференция, да, посвященная фонетизму в иероглифической письменности Майя в Олбане, значит, да, на которой американские ученые официально признали как бы кнорзовскую методологию и сказали, да, вот, кнорзов был прав, все, фонетизм есть, никаких сомнений нету, это фонетическая письменность, мы ее читаем, да, вот, есть такие-то принципы базовые, да, здесь мы согласны, здесь мы не согласны, вот, и дальше начинается вот уже такой, как бы, современный этап, хотя в нем тоже много разных моментов. Да, хорошо. В итоге, очевидно стало, что можно читать благодаря этой системе тексты, сейчас в мире вообще сколько людей способны прочитать надписи Майя? Людей, которые занимаются и работают с ороглифическими текстами, можно разделить на две категории, вот, первая категория, это те, которые, опять-таки, могут выделить эти базовые сочетания и знают, как они читаются, эти базовые сочетания, значит, и вот таких людей, ну, в принципе, да, довольно много, я думаю, что несколько десятков, может быть даже и там, я не знаю, если всех вместе сложить, может быть, там соберется сотня, полторы сотни по всему миру. Таких людей немало. А вот, да, людей, которые читают эти тексты вот в прямом смысле, их существенно меньше, конечно же, вот, и, да, и вот здесь, ну, есть некоторые такие национальные, в этом смысле, группы, ну, в разных странах, больше всего их, конечно, в Соединенных Штатах, ну, просто потому, что там это считается частью, значит, да, как бы такой истории американской, вот, плюс потому, что много денег, плюс потому, что много археологических проектов, и логично, что на этом вырастает и большое число эпиграфистов, да, вот назовем тех, кто, как бы, да, занимается этим. А сколько больше всего? Ну, наверное, где-то, да, где-то около там таких 20-30 человек, вот, опять-таки, это вот именно эпиграфисты, да, эпиграфисты. В Мексике, да, сформировалась своя школа такая тоже, значит, их там, правда, меньше по-прежнему, как это ни странно, вот это большая загадка до сих пор для нас, почему все-таки, вот, оно там, то есть, понятно, почему оно не прижилось тогда, в свое время, потому, что мексиканский истеблишмент, старые мексиканские археологи тоже во все это не верили. Там какая-то была парадоксальная ситуация, потому, что это были мексиканские археологи, очень националистически настроенные, да, не очень любившие грингос, в смысле, да, вот таком культурно-историческом, но в то же время, да, вот, например, Альберто Рус, прекрасные отношения у него были с Томпсоном, вот, он написал в свое время очень хорошую рецензию на работу к Норозову, где сказал, что с мым, как бы, очень здорово, да, что вот появились такие идеи, пусть этот молодой русский приезжает, значит, в Мексику, тут работает с нашими коллегами, но в итоге, в конце концов, он как-то к этому отнесся очень скептически. Как это ни парадоксально, пожалуй, одна из самых активных и таких, бурно развивающихся европейских школ, это российская, не только в силу того, что КНорозов, но и в силу того, что мы далеко от Латинской Америки, да, и поэтому там, да, каждый, так сказать, полевой сезон всех студентов возить, чтобы копать там на любом памятнике у нас не получается, и приходят люди, которые хотят заниматься Древней Америкой, да, мы им говорим, ну вот письменность, вот, и европейские, в Европе довольно существенно... Прежде чем уходить, а сколько в Москве-то людей может читать? А, в Москве, ну, наверное, вот опять-таки на уровне вот такого, да, так сказать, профессионального чтения, соответственно, нас, ну, наверное, да, значит, из старшего поколения, соответственно, нас, значит, трое, и из младшего поколения, ну, где-то там по-разному, значит, 4-5 человек, вот, ну, то есть мы приближаемся где-то к 10, наверное, вот, это если мы не считаем, там, молодых студентов, вот, эти там, или магистрантов, и так далее, это вот люди уже, либо научные сотрудники, ну, либо продвинутые аспиранты, вот, вот, а в Европе такая парадоксальная ситуация, потому что там была очень такая яркая и интересная инноваторская школа в Испании, да, вот, которая выросла там из такой, значит, антропологической, археологической проблематики, да, и вот один вообще из самых ярких представителей эпиграфики европейской, Альфонсо Лакадена, да, у него там были студенты, это очень ярко, но и в Испании происходят какие-то сложные процессы в системе высшего образования, и, к сожалению, вот сам Альфонсо тоже 3 года назад скончался, поэтому, да, вот это был наглядный пример того, как школа умерла, вот, да, студенты там разошлись, кто-то, так сказать, занимается не эпиграфикой, кто-то там в Мексику перебрался, чтобы там защищать диссертации и так далее, вот это тоже, ну, печальный пример, да, может быть, наверное, не следовало о нем говорить, хотя, с другой стороны, как легко потерять, да, начал... Это как раз очень важно, был же какой-то пример про начало 20 века, какую-то международную конференцию, и там фотография, где все физики-ядерщики, и говорили, если бы в этом помещении взорвалась бы бомба, у нас бы ядерной физики вообще бы не было в мире, там еще несколько десятков лет. У нас как-то была такая история про то, как было в Поленке, в Мексике проходил круглый стол в Поленке в 2008 году, посвященный памяти Йена Грэма, ну, не памяти, а Йена Грэму, Йена Грэма, это один из крупнейших, значит, специалистов в нашей области, человек, который создал проект корпуса иероглифических надписей Майя, вот как документационный проект, это человек, который объехал там всю Мексику, Гватемалу, все прочие, фотографируя надписи, прорисовывая их, чтобы с ними можно было работать, сам он как бы, сам он не читал, он был вот именно такой полевой эпиграфист, но в смысле документации, и поскольку это было приурочено, как бы, к его, значит, юбилею, и так далее, туда вот пригласили представителей всех школ, которые только могли быть, и мы летели на самолете, и вот кто-то и сказал, если самолет упадет, то все, в общем-то, наши коллеги в Германии, например, жалуются, что там умерла школа, ну вот, в том числе и связанная с письменностью Майя, в Гамбурге, в Гамбургском университете, она была одно время одной из самых мощных, там была целая школа вообще изучения Древней Америки, альт-американистик, ух, Гамбург, это было ого-го, там работал Гюнтер Циммерман, человек, который составил первый каталог иероглифов Майя современный, и который провел первые исследования полиографические, он выделил почерка в Древненском кодексе, вообще великое было исследование, вот, соответственно, там работали другие специалисты, да, там были археологи, там были этнологи, там были люди, которые занимались, ну, разными сюжетами, да, они публиковали, вот, она умерла по прозаической причине, студента перестало это интересовать, и это тоже интересно, да, почему вот так я много этому уделил внимания, потому что открытие кнорзовское великое произошло, весь мир знает, пожалуйста, читай, не хочу, а вот нельзя сказать, что, значит, да, победный поступ к норзовизму, так сказать, охватил весь мир, вот, все в итоге оказывается не так просто, да, и в конечном счете, опять-таки, да, если на это посмотреть, то вот, да, три научные, в этом смысле опять остаются три научные державы, кстати, те же самые, которые спорили в момент открытия, мы говорили про Томпсона, как про оппонента, и не упомянули Томаса Бартеля, немецкого как раз исследователя, который связан был с Гамбургской школой, вот, и так далее, значит, а он был вот скорее последователем Томпсона в этом смысле, считался как бы официальным его преемником, чтобы когда, да, Томпсон как бы передал бы бразды, ну, не то же правление, но вот некоторый авторитет интеллектуальный бы Бартелю, вот, и поэтому дискуссия, она на самом деле шла, вот, Майкл Ко про это не пишет, но про это вот в книге Галин Гавриловна указано, дискуссия, она была трехсторонняя, Кнорзов, Томпсон и Бартель, вот, ну, вот, так как бы устойчивее всего по-прежнему, исключение письменности Майя, по-прежнему, да, вот, значит, в Германии, несмотря на там сложности в Соединенных Штатах, и в России. Мне кажется, так получилось, что вся эта программа о том, как нам с вами повезло, ведь у нас в зоне доступа есть не просто люди, которые каждый день добывают новую информацию о древней, далекой цивилизации, но и готовы с нами ею делиться. Перед этим выпуском мы выложили в YouTube целую серию программ Родины Слонов, в которой общались с российскими майонистами, на подходе еще несколько. Естественно, мы будем записывать новые сюжеты, так что наслаждайтесь. Ну, а если вы хотите не просто быть в курсе новостей исторической науки, но и участвовать в создании наших программ, подсказывать новые темы, задавать нашим героям вопросы еще до записи программ, оформляйте платную подписку на журнал «Прошлое». Список всех тех людей, которые нас поддерживают, вы увидите прямо сейчас. А я с вами не прощаюсь. Добро пожаловать в новый сезон! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова